Девушки отдыхают Сколько и лепестков будет? А я уже придумала желание. Хочу новый планшет. А я транспорт, а я танк. Не спешите. Я вам еще не сказала. Главное условие. Если загадать что-то только для себя, желание не сбудется. Понимаете? Поэтому нужно хорошенько подумать. Это и будет вашим домашним заданием. Договорились? Да. На сегодня все. Готовы? Да. Мы, ты, он и я. В этом зале все друзья. Улыбнись ко другу справа. Улыбнись ко другу слева. Руки положи напрячь. И скажи, друзья, до встречи. До встречи. До встречи. Пока. Что-то мы маму твою заждались. Не же мама. А? Так, давай считать. Как в прошлый раз. Помнишь, у нас получилось? Один. Один, да. Два, да. Два. 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 Где же мама? Нет, еще не три. Два с половиной пока. Два на волосинке. Два на паутинке. Где же мама? Мам! Мама! До свидания. До завтра. Давай к маме. Сынок! Я так заискучилась. Рассказывай, как ты вел себя у няни? Хорошо. Молодец. Привет. Привет. Заждались. Как день пошел? Отлично. Девочка сегодня новая в группу пришла. Очень интересно. Хорошо. Ну что, поехали? У нас столько работы, да? Много работы. Да. Пойдем. Мам! Один, два. 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 Держи. Как же он на тебя похож. О защите думаешь? Да меньше месяца осталось. А Мизгарев все никак не успокоится. Что на этот раз? Ты же говорил, что он все одобрил. В диссертации у него правок нет. Вступительное слово просит переписать. Уже третий раз. С научным руководителем не спорят. Предлагаешь мне стать послушным мальчиком? Боюсь, у тебя нет выбора. Ну, стиль ему не нравится. Видите ли. Я микробиолог. Я же не литератор. Миша, мои статьи по психологии принимают без правок. Может, я смогу чем-то помочь? С авторой набиваешься. Миша, скорую вызывай. Алло, скорая. Мы человека сбили. Шоссе. Я не знаю, какой километр. Ну, примерно 20 километров. Я убил его. Это конец. Все. Карьера. Все. Планы. Все пропало. Миш, это уже случилось. Нам надо как-то постараться взять тебя в руки. Почему? Почему со мной? А почему сейчас, Оль? Нет, я не хочу в тюрьму. Миш, пожалуйста. Нам нужно держаться. Я к Гоше. Алло, Макс. Ну, как ты тут, сынок? Интересный мальчик? Хочешь, я яблочко тебе дам? Ну, да. Смотри, какое красивое. Держи. Оля, выйди. Выйди, пожалуйста. Выйди. Я хочу. Посидишь еще чуть-чуть, хорошо? Молодец. Я сейчас вернусь. Сиди, пожалуйста. Оленька, родная, я только что говорил с Максом. Что сказал Макс? Оль, в общем, если бы ты сидела за рулем, Макс бы добился для тебя услугного срока. А если мы признаемся, что за рулем был я, меня посадят в тюрьму. Все. Это без вариантов. То есть, ты хочешь сказать, что я не должна... Взять вину на себя. Оль, Гошке трех лет нету. Ты мать. Ты понимаешь, что такой условный срок для тебя ничего не произойдет? Ровным счетом, ничего. Ты так же будешь жить с нами, дома, работать в своем детском центре. Оль. Ты так в этом уверен? Макс, он абсолютно в этом уверен. А если меня посадят, если даже на два года, то все, конец. Все разрушится. Диссертация, защита, вся наша жизнь. Оль, ты, Гоша, вы останетесь одни. Ты хочешь сказать, что... Прости, я... Нет, 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 я ничего, нет. Забудь, просто забудь все, что я сказал. Не надо. Оль, Оль, слышишь меня? Забудь, я тебя прошу. Я... Я... Сама хочу с Максом поговорить. Умоляю, Оленька, поговори с Максом. То, что он предлагает, это единственный вариант. Послушай его. Не надо. Я верю тебе. Макс. 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 Я верю тебе. Торова. Освободились, значит? Освободилась. Понимаете, мой муж обещал, что будет с Гошей, а потом мы ему предложили контракт в Швейцарии. А вы, получается, сколько отсидели? Четыре года. Я хочу забрать Гошу. В каком он детском доме? Ваш сын не в детском доме. А где же он? Из детского дома его под опеку забрала бездетная семья. Какая семья? Мне об этом ничего не сообщили. Вашего согласия не требовалось, а в семье, пусть даже временно, любому ребенку лучше. А такому, как ваш? Что значит такому? В детском доме у вашего сына обнаружили серьезные психологические проблемы. Какие? Он замкнулся в себе. Сначала сильно плакал, домой обратился. А потом замолчал. Совсем. Бедный мой мальчик. Ваш ребенок пережил сильнейший стресс. Его нужно подготовить к встрече с вами. Вы же не хотите навредить ему еще больше? Нет, конечно, нет. Поймите. За четыре года он вас забыл. А что же мне теперь делать? У нас есть такое понятие «путь к ребенку». Вы должны его пройти. Заново установить контакт с сыном. И только потом его забирать. Я все поняла. Дайте мне, пожалуйста, адрес опекунов. Пожалуйста. Креченск. Это же где-то недалеко, да? Да. Четыре часа на поезде. Автобусом быстрее. Спасибо. Креченск. Креченск. Так. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Пламянем Маргариту. Пусть земля ей будет пухом. Держись, Андрюша. КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Помяните с нами мою жену. Да-да. Сюда, пожалуйста. КОНЕЦ КОНЕЦ В школе вместе учились. Знаете, это все так неожиданно и ужасно. Гоша. Как же ты вырос. Простите. Я давно его не видела. КОНЕЦ Может быть, вы что-то хотите сказать Риточке? Простите меня. Я не могу. Мне нужно уйти. Пожалуйста, простите. Присаживайтесь. Есть свободный столик. Ваш ребенок пережил сильнейший стресс. Его нужно подготовить к встрече с вами. Вы же не хотите навредить ему еще больше? На сердце у вас большая печаль из-за вот этого вот червового короля. Этот негодяй мне уже семь лет голову морочит. Послушайте, ну я ведь вам уже говорил, у нас кафе, а не эзотерический салон. Так что не устраивайте тут вот эти вот… Свой законный выходной я могу заниматься чем хочу. Можете, но только не здесь. Между прочим, мои клиенты вашему кафе половину выручки делают. Да вы что? Может быть мне вам еще спасибо за это сказать? Да, кстати, было бы неплохо. Только от вас доброго слова не дождешься. Ну, знаете ли… Извините, что я вклиниваюсь. Вот лично я уже третий раз в ваше кафе прихожу и всегда блюда только от шеф-повара заказываю. Спасибо большое. Вы великолепный повар. Я благодарю вас. Выше всяких похвал. А Валечка? Ну это же просто сокровище, у нее настоящий дар. Все, что не скажет, все сбывается. Да, ну, знаете, нанимал я ее поваром, а не… Девушка, а что это вы мне принесли? Извините. Это вообще не мой заказ. Как это не ваш? Могу я чем-то помочь? Я шеф-повар этого заведения. А я вегетарианец. А вот она принесла мне карпаччо из говядины. Нормально? Что заказали, то и принесла. Девушка, я заказал гаспаччо. Это холодный суп из томатов. Извините, пожалуйста, я лично приготовлю вам гаспаччо по фирменному андалузскому рецепту. Нет у меня больше времени ждать. Пойдемте. Так что вам надо этого червового короля из сердца выбросить. Он вам для новой любви мешает открыться. Да, Валечка, выброшу обязательно. Вот только соберусь с духом и выброшу. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ботваль. Держи я брала у тебя в долг. Спасибо. Да ладно. Зарплаты отдашь. Мне не горит. Я получила уже. Расчет. В смысле? Тебя что, шеф уволил? Да достал он своими прибамбасами. Ладно. Счастливо оставаться. Да подожди. Давай я поговорю с ним. Да пошел он. Пока. Да. Извините. Извините. Лезу не в свое дело. У вас что-то случилось? Случилось. А хотите, я вам погадаю? Вы не подумайте, я просто так, бесплатно. Да нет, спасибо, не надо. Ну, может, я как-то по-другому могу помочь? Знаете, мне нужно снять комнату. Ну, в Креченске. Да это вряд ли. Знаете, город у нас небольшой, приезжих мало, поэтому квартиру как-то никто и не сдаёт. Что ж, попробую в гостиницу устроиться. Ой, что случилось? Ну, ничего, сейчас пройдёт. Вы же на ногах еле держитесь. Просто голова загружилась. Посижу немного. Ну, если вам совсем негде, может, у меня остановитесь. Я тем более сейчас одна живу. Если я вас не стесню, и если вы не боитесь абсолютно незнакомого человека... Ну, предлагаю, значит, есть такая возможность. У меня две комнаты. И, знаете, я людей насквозь вижу. Если вы действительно готовы потерпеть меня некоторое время, то... Правда, у меня с деньгами не очень сейчас. Разберёмся. Денег я с вас много не возьму. Как ваша голова? Не кружится больше? Нет, всё в порядке. Давайте, я вам помогу. И, наверное, потихонечку пойдём сразу ко мне, да? Как вас зовут? Ольга. Ну, мне Валю. Осторожно. Спасибо. Давайте сумку возьмём. Спасибо. Проходи вперёд. И вот налево. Не стесняйся. Ух ты. Здорово. Это мой сын ещё в школе собирал. Это его комната, а я тут ничего не меняла. Хотя он уже в Крещенск не вернётся. А куда он уехал? В столицу. Поженился, и они почти сразу переехали. А ты, значит, из столицы к нам. Ну, и не просто так, наверное. Ты, если не хочешь, не говори. Надолго сюда. Пока не знаю. Валь, как у вас тут с работой? Сложно. Не, ну, конечно, если, знаешь, там, продавщица или уборщица в магазин, но ты же у нас из образованных. Почему он так решил? Хочешь, угадаю, кто ты по профессии? Ну, попробуй. Учительница. Почти. Детский психолог. Угу. Почти угадала. Ой, только, конечно, с такой профессией, тебе сложно будет у нас место найти. Валь, я сейчас на любую работу согласна. Слушай, а пойдешь в наше кафе официанткой? Пойду. То, очень хорошо. Я нам сейчас пойду чаю поставлю. Не стесняйся. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как? Впечатляет? Нету слова. Никогда раньше на ресторане кипни не была. Ну, вообще-то у нас кафе, но оборудование по высшему разряд. Шеф за границей заказывал. И чистота такая. Да. Это, кстати, тоже его заслуга. Вот попробуй за собой не убрать. Немедленно выговор лепит. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Что, клиентов уже на кухню водите? Вот не угадали, Сергей Сергеевич. Пойдем. Я, между прочим, спасаю ситуацию. Вы вчера уволили Черданцеву? Допустим. И что? А это кандидат на ее место. Лучше познакомьтесь. Это Оля. Да. Она хочет устроиться официанткой в мою смену. Опыт работы есть? Нет. Но я люблю учиться всему новому. Я буду стараться. Тем более дело-то не хитрое, Сергей Сергеевич. Послушайте, я, по-моему, сейчас не с вами разговариваю. Заняться нечем. Зачем, по-вашему, люди приходят в кафе? Ну, вот вы, например, зачем ходите в кафе? Наверное, чтобы получить порцию хорошего настроения. Верно. Хороший ответ. И с каким настроением уйдет клиент из кафе, зависит и не только от качества еды, но и от уровня обслуживания. Скажите, Ольга, у вас какое образование? Высшее. Ну, и что же вы тогда с высшим образованием и решили в официантки пойти? Жизненные обстоятельства. Ну, понятно. Ну, ладно. В первую очередь запомните четыре основных правила, которые должен соблюдать каждый сотрудник нашего кафе. Первое. Аккуратность. Аккуратность во всем. Одежда, обувь, прическа, ногти. Все должно быть идеально чистым и неброским. Второе. Вежливость. Клиент должен быть вами доволен. Третье. Клиент всегда прав. Даже если он не прав, он все равно прав. В крайнем случае зовете шефа, то есть меня. Я прихожу и во всем разбираюсь. Сергей Сергеевич, ну сколько можно человека мучить? Если мне нужно будет ваше мнение, я... Вы у меня спросите. Я в курсе. В общем так, испытательный срок месяц. Чистая одежда в подсобке. Переодевайтесь и идите в зал. Спасибо. Нравится? Разве можно так пугать? Ой, прошу прощения. Я Артем, бармен. А вы новенькая? Да, Ольга. Ваши работы? Красивые. Спасибо. Фотограф по совместительству? Ну, вроде того. Это я придумал, чтобы в кафе фотки висели. А кто эти люди? Да так, просто граждане. Хожу, снимаю, потом развешиваю. Кстати, после этого в нашем кафе подскочила выручка. Каждый хочет себя увидеть здесь. Ну, конечно. И снимки такие живые. Шеф уже здесь? Да. Сейчас начнется. Это наша Ника. Вы с ней будете работать вместе. В паре. Да. Она хорошая, вам понравится. Я тоже так думаю. Ладно. Пойду осваивать новую профессию. Удачи. Спасибо. Кафе на Садовой. Первый рабочий день официантки Ольги. Валентина, а вы хорошо знаете эту Ольгу? Вчера познакомились. И вы привели ее в кафе? Ты практически незнакомого человека. Это я людей сердцем чувствую. Кстати, забыл вам сказать. Говяжье сердце под маринадом. Вчера у вас было непростительно жесткое. Сердце должно вариться. Сергей Сергеевич, я вам прочувствую, а вы мне... Доброе утро. Извините за опоздание, Шеф. Официант должен приходить на работу. За полчаса до открытия кафон. А вы за сколько минут пришли? За десять. Даже интересно. Под каблук у вас ломался уже раз пять. Что на этот раз? Ничего. Просто проспала. Не очень оригинально. Идите, работайте. Да, там в зале новенькая. Она на вас. Опять? Вторая стажерка за месяц. А с Черданцевой что случилось? Если не хотите, чтобы с вами случилось, тоже идите, работайте. Американо и теплое молоко отдельно. Один салат из свеклы с черносливом. Вам кофе сразу принести? Да, пожалуйста. Хорошо. Стоп, стоп, стоп. Рабочий процесс нужно оптимизировать. В нашей работе, знаешь, тоже мозги не помешают. Просто я еще... Бесплатный мастер-класс хочешь? Ну, давай. Теперь можешь уносить. Спасибо. Ух ты. Может, просиди я сейчас? Спасибо. Я-то сама справилась. Да, мне несложно. Мы вчера так внезапно ушли. Извини. Мне очень тяжело было. Вы сказали, что Гошу давно не видели. Просто я в другом городе жила. Порезались? Ерунда, не страшно. Аптечка в подсобке. Спасибо вам большое за помощь. Да не за что. Мы вчера познакомиться не успели. Меня Андрей зовут. Вам, наверное, Рита рассказывала об этом. До свидания, Андрей. До свидания. Вас как зовут? Ольга. До свидания, Ольга. Пустили слона в посудную лавку. Ну, прекрати. С кем не бывает. Ника пока освоилась, гору посуды тут переколотила. Спасибо, Валь. Валь. Спасибо. Блинчики с карамелью. И карамели побольше. А? Гошка с Андреем пришли? Да. Вы всех посетителей знаете? Нет. Только постоянных. А эти недалеко от нас живут, все время заходят. Гошка так мои блинчики любит. Да. Я уже даже Андрею пробовала рецепт дать. Он говорит, нет. Такие блинчики, как у вас, у меня не получаются. Не знаю, как они теперь будут. Андрея недавно жена умерла. Уж ты сердцем серьезная была. Бедный мальчик. Угу. Знаешь, он у них приемный. О покойниках, конечно, плохо не говорят. Но со стороны казалось, так это Рита и не полюбила Гошу. Совсем у них контакта не было. Зато Андреев Гоша души мчает. И мальчишка в нем тоже. Как ноги. Кудятся непривычки. Есть немного. Но мне очень понравилось. Прям столичный уровень. Угу. А шеф там долго жил. Ресторан у него свой был. Говорят, хорошо дела шли. А вот год назад решил вернуться в родной город. Правильно сделал. Там много хороших заведений. А в Креченске... Знаешь, я почему-то уверена, что ваше кафе лучшее. Наши, Оль. Но то, что лучше, это точно. Кстати, Сергей Сергеевич мне тоже очень понравился. Он хоть и непростой человек, но... Это точно. Непростой. Не то слово. Знаешь, как-то иной раз так достанет своими придирками. Я его прям убить готова. Олечка, слушай, это наша маршрутка. Побежали! Может, успеем, Оль! Полента. Полента, полента, полента. Крупа кукурузная, сливки, чеснок, грибы, рукола. Не спишь? Амаль, заходи. Я это меню никогда не выучу. Ой, прекрати. Куда ты денешься? А, ну, давай сюда. Так. Оранчини с креветками. Рис арбори. Моцарелла. Зеленый лук. Сыр. Голландский. Что еще? Креветки. Сливочное масло. И? Куриные яйца. Куриные яйца. Сынок твой? А где он сейчас? Валя, хотела спросить тебя, а ты давно в этом кофе работаешь? Ну, с момента его открытия. Год уже почти. А, я поняла, кого он мне напоминает. Гошка, который к нам в кафе ходит, еще блинчики мои очень любит. Ну, твой, конечно, поменьше. Оль, все нормально? Валя, Валя, ваш мой сын. Я за ним в Кряченск приехала. Я не понимаю, как. Как ты могла на такое пойти? Я очень любила Мишу. Не доверяла ему. А адвокат утверждал, что меня не посадят. Поэтому ты отсидела четыре года. Очень хороший адвокат был. Он ничего не смог сделать. Потерпевший оказался братом прокурора города. Подлец твой муж. Тебя в тюрьму, ребенка в детский дом, а сам в Швейцарию. Ну, он написал, что как только устроится, сразу приедет за Гошей. Только не приехал. Поэтому Гошка такой молчун. Бедный ребенок, такое пережить. Валя, может, надо было сразу сказать, что я Гошина мать? Нет. Это очередной стресс. И для Андрея, и для Гоши. Успеется. Мне так хочется его обнять и поцеловать. Я только этим и жила все эти четыре года. Оля. У тебя все получится. Ты веришь мне? Главное, что ты уже здесь, рядом с ним. Все. Давай, давай, давай. Пей, гей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Гоша, привет. Вам как обычно? Да, как обычно. Плюс омлет, святчина. Я успела на работе пообедать. Вот за Гошкой спешил в детский сад. Хорошо. Спасибо. Валь, салат паприка, рыба и средний прожарки, паста карбонара. У тебя все нормально? Андрей с Кошей пришли. Андрей в форме какой-то странной. Ну так он инкассатором работает. Приняла у них заказ? Да не успела. Ника к ним сразу подошла. Не переживай, еще что-то придумаем. Валь, блинчики с карамелью для Гоши и омлет с ветчиной. Никуся, не хочешь пойти отдохнуть? Серьезно, пойди кофейку выпей. Я тебе потом, когда я на гуще, еще карты раскину. А что ты такая добренькая сегодня? Просто. Настроение хорошее. У меня клиенты ждут. Ну ничего, клиентов Оля обслужит. Оля, обслужишь некимых клиентов? Конечно. Мне же надо у опыта набираться. Конечно. Давай, давай, иди отдохни. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Гоша. Приятного аппетита. Спасибо. Вам чай сразу принести? Алло. Вообще-то мы с Гошей в кафе. Давай попозже. Понял. Ладно. Гоша, слушай, такое дело. Дядя Слава у нас ключи дома забыл. Сейчас я ему сбегаю и отдам, а ты посиди, пока блины даешь. Хорошо? Конечно, я быстро. Андрей, вы идите. Я присмотрю за Гошей. Он не с кем не идет на контакт. Я поняла. Вы не волнуйтесь. Все хорошо будет. Гоша, пять минут побудешь с утилой. Так. Вижу Бубнового Короля и Дальнюю Дорогу. Вообще-то ни одна человеческая жизнь без Дальней Дороги не обходится. Ник. Карты критику не любят. Сейчас обидятся и врать начнут. Какие они у тебя нежные. Ладно, передай им, что я больше сунгут. Свадьба была и рядом обман. Что было такое? Неважно. Не помню, что там в будущем-то? Бери чашку левой рукой за ручку. Вот так. Три круга по часовой стрелке. И от себя на блюдце выливай. Покажи. Это будущее. Видишь? Собака. Вижу. Это у тебя в скором времени друг появится. Он какой-то странный, двухголовый. А что это значит? Двуличие, неискренность. Слушай, а это просто друг или парень? Не знаю. Но то, что это не твоя судьба, это факт. Я тебе сейчас на судьбу раскрыну. Гоша, возьми салфетку. Ты ротик испачкал. Чай хочешь? Ладно. А у нас есть детский уголовок. Пойдем посмотрим что-то? Хорошо. Хотя, если честно, как-то странно сидеть вот так, когда на свете столько интересных игр. Например, волшебные цепочки. Знаешь, такое было? Хочешь поиграть с ребятами? Тогда пойдем? Баль, что ты молчишь? Что там судьбы? Ну, вот суженый твой совсем рядом. Но ты его не замечаешь. Это как? Ну, препятствия. Ну-ка. Там клиентка скандалит, требует официанта. Так новенькая должна быть задана. Нет. Оля. Так, а может, она вышла куда? Черт знает, что такое. Ну, сколько можно сидеть? Позовите, пожалуйста, директора. Мы уже больше получаса сидим. А его сейчас нет. И не кричите на меня, пожалуйста. Да на вас не только кричать. Вас вообще уволить нужно. Принесите мне жалобную книгу. Уж я слов не пожалею. Послушайте. Добрый день. Комплимент от нашего заведения. Просим прощения за задержку. Завтра же духу твоего здесь не будет. А если ужин за счет заведения? Салат из морепродуктов. С авокадо. И голубой тунец. Красное вино. Самое лучшее. И десерт на твое усмотрение. Молодец. Держи. Так. Попробуешь еще раз? А вот и я. Извините, пришлось немного задержаться. Но как ты? Подружился с тетей Олей? Как вам это удалось? Гоша ни с кем из чужих на контакт не идет. А мы подумали и решили, что играть намного веселее, чем просто сидеть. Правда, Гоша? Давно не виделись. Все дела переделала. Кстати, подкрепиться не хочешь? Устала, наверное. Да ты заказывай, не стесняйся. Я сегодня всех угощаю. Да нет, я не голодная. Спасибо. Жаль. Оля, где ты была? Ты знаешь, какой тут скандал был? Ника сама весь заказ оплачивает. Полчаса клиентам никто не подходил. Ника, прости меня, пожалуйста. Я из первой зарплаты все тебе верну. Естественно, вернешь. Сама вызвалась помочь и так подставила. Прости, пожалуйста, я не хотела. Еще не хватало, чтоб ты хотела. Валя, по какому поводу торт? У тебя день рождения? День рождения. У моего сына. И ты целый день молчала? Угу, молчала. Знаешь, молчать это у нас семейное. Мой Сашенька до трех лет молчал. А потом взял и предложениями заговорил. Мне муж рано заговорил. В год, как первое слово сказал, так уже не остановить было. Так смешно говорил маму. Мамзи. Мамзи? А в два годика мы уже во все стихии разучивали. А теперь вот наливай чай. Почему подлости делают взрослые, а расплачиваются за это дети? Знаешь, Валя, мне кажется, я бы разговаривала с Гошей, если бы рядом была. Так поговори с Андреем. Скажи ему, что ты психолог, что ты разные методики знаешь. Для Андрея я официантка. Ну, ты объяснишь, что ты временная официантка. Просто не нашла работу по специальности. А вдруг он подумает, что я хочу заработать на Гошу? А ты скажешь, пожалуйста, я могу бесплатно с Гошей поработать. Что тебя всему должны учить? Давай, ешь торт. Кстати, я их по выходным в парке вижу. Они всегда гуляют, и Гоша, и Андрей. Андрей, здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Шла мимо, увидела вас, и... Нет, это неправда, я ждала вас тут. Ждали? Зачем? Привет, Гошенька. Гоша. Сынок, нам с тетей Олей нужно поговорить. Я позже к тебе подойду, хорошо? Так, а о чем вы хотели поговорить? Я хотела предложить свою помощь. В каком смысле? Я детский психолог. В кафе временно устроилась, так обстоятельства сложились. Если вы не верите, я могу показать диплом. Да нет, что вы, я верю. Верю, не ищите. Вчера, когда мы с Гошей играли, я подумала, может, я могу позаниматься с ним? Он ведь только с вами разговаривает? Да, только со мной. Вот, а я знаю коррекционные методики, очень хорошие. Гоша ведь скоро в школу идти. Ольга, спасибо вам большое, но не нужно. Почему? Вы о деньгах не беспокойтесь, я с Гошей бесплатно буду заниматься. Дело даже не в деньгах. Мы много что попробовали. Даже несколько раз были в столице у специалистов. Но Гоша после этого только хуже становится. Он даже с нами переставал говорить. Ну, мне кажется, я смогла бы. Ольга, спасибо вам большое, но нет. Гоша, сынок! Гоша! У Гоши сейчас очень сложный период. Вы сами все знаете. Пойдем, нам с тобой еще в магазин нужно зайти. Ольга, спасибо вам большое, но помощь нам не нужна. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok